Всем привет, с вами Полтем и сегодня я хочу показать вам видео чуть-чуть не в тему канала. Недавно была презентация Samsung, на которой был показан Samsung Galaxy Fold. Абсолютно новый телефон и знаете, здесь в Apple должны очень сильно задуматься. Самое смешное, что на данный момент времени всю вот эту тему телефонов и смартфонов двигает Samsung, не Apple. Apple потеряла свои позиции в плане инноваций и на данный момент Samsung, показав этот телефон, двинула всю индустрию намного вперед. В привычном состоянии перед вами обычный смартфон в своем обычном форм-факторе. Он оснащен экраном 4,6 дюйма с разрешением 1960 на 840 точек. Его толщина 17 мм, а в открытом виде 6,9 мм. Что это значит? Внутри установлен дисплей Infinity Flex с размером 7,3 дюйма и разрешением 2152 на 1536 пикселей, который позволяет превратить обычный смартфон в небольшой планшет, просто раскрыв аппарат, как будто книгу. И это удивительно. Я реально не могу подобрать слов, чтобы описать те эмоции, которые я испытал, когда увидел этот телефон. То есть я до мозга костей Apple фанат. У меня есть практически вся техника Apple, и я никогда не перейду с iOS, просто потому, что я уже заложник этой системы, у меня слишком много этой техники. Но этот телефон, это, блин, реально удивительно. В этом телефоне стоит процессор Snapdragon 855 и 12 гигабайт оперативной памяти. 12! В качестве накопителя используется флеш-память на 512 мегабайт. Здесь установлено две батареи с суммарной емкостью 4380 мАч. Если 12 гигов оперативы, вас не впечатляют, здесь 6 камер с трех сторон. Спереди, сзади и в сложенном виде. Основная система камер состоит из 16-мегапиксельного модуля с широкоугольным объективом, 12-мегапиксельного модуля с телеобъективом и 12-мегапиксельной камерой с переменной диафрагмой. На внутреннем экране установлена двойная селфи-камера с разрешением 10,8 мегапикселей, а в сложенном виде доступной остается 10-мегапиксельная фронтальная камера. Устройство использует систему непрерывной работы приложений при переходе между режимом планшета и смартфона. Такие приложения, как WhatsApp, YouTube, Microsoft Office и другие основные программы оптимизированы сразу для всех дисплеев. То есть вы просто раскладываете телефон и продолжаете пользоваться, например, Google-картами на весь экран. Приложения корректно отображаются как на внешнем, так и на внутреннем экраном, и вы можете использовать сразу три приложения, что очень удобно для людей, которые любят многозадачность. Смартфон будет работать с LTE и 5G. Продажи начнутся 26 апреля, и, внимание, его стоимость от 1980 долларов. Дорого, ребят, но это инновации. И это, блин, реальные инновации, а не двойная камера-матерь. Ну что же, ребят, надеюсь, вам было интересно. Прошу не хейтить, потому что у нас канал о Apple. Я хочу вам просто показать то, что реально удивляет и завораживает. Этот экран – это реально нечто. Цена, конечно, спорная, но, тем не менее, за инновации всегда нужно платить. Буду рад, если ты оценишь видео пальцем вверх, напишешь в комментариях, что ты думаешь о всей этой ситуации, о этом телефоне и о том, что Apple нифига не делает в последнее время. Ну и подписывайся на канал. Пока!